У нас как раз главбух уходит в декрет через пару недель. Вот кадры ищут ей замену, но пока ничего не нашли. Там нужен проверенный человек, сам понимаешь. Ну тогда я могу на тебя рассчитывать? Пойдем зайдем в кадровый отдел, тебя представлю и как раз узнаем. Нет, ну дорогих подарков мне не надо. Ну давай завтра отметим мой день рождения в караоке. Ну не знаю, потом насчет времени спишемся. Ага, пока. Валя, у тебя что завтра день рождения? А, да. Ну и сколько тебя столкнет? У девушек неприлично в возрасте спрашивать. Леш, ну это можно узнать из анкеты. Но я думаю, у Вали не больше восемнадцати. Спасибо. Пойдем. Паша, я очень люблю Соню. Правда. Мы с ней вместе росли. Но в последнее время она ведет себя непонятно. Короче, она всем недовольна. Я не знаю, смогу ли я это терпеть. Ну так это ж обыкновенная притерка характера. Многие молодые семьи через это проходят. За это время мы уже должны были как-то притереться, Паша. Ну, зачем тогда ты женился, а? Ах да, я забыл. Дело в бабках. Паша. Ну, извини, шутю. Я очень надеюсь, что этот тест мне поможет доказать, что сек этот мне не брат. Я смогу подать в суд и отсудить частное следствие. Вот. А если Сонька будет выпендриваться, просто разбедусь. Короче, подожди меня здесь, Леш. Давай, окей. Девочки, принимайте подарки. Бакунина. Да, это я. А самое главное, цветы кому? Цветы для Олеси. Принесла показать. Оставлю на посту у медсестры. В палате нельзя. А там записка есть. Можете прочитать, пожалуйста? Жду, люблю, скучаю. Костя. Олеся! Олеся! Олеся, подойди к окну. Я тут. Привет. Как ты? Светы получила? Светы. Да? Как малыш? Ты слышишь меня? Ну, ну, блин. Эй! Доченька, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, мамулечка, спасибо. Я на днях приеду на недельку повидать тебя, ну, и врачам там показаться нужно. Врачам показаться? Ты заболела? Что-то серьезное? Да что ты, пустяки. Главное, с тобой повидаться и отпраздновать вместе день рождения. Мам, ты кашляешь? Нет, что-то в горле першит. Так, ладно, все, не болей. Давай, я тебя очень жду и соскучилась. Я тоже, моя дорогая. Целую. Пока. Сонечка, ты куда собралась? У меня уже завтрак готов. Давай за стол. А я уезжаю домой навсегда. А как же Сережа, он знает? Сережа меня не любит, я ему не нужна. Ну, нельзя же так, Сонечка, постой. Нехать ты, я тебе такси уже вызвала. И что, Сережа тебя просто так отпустила и ничего не сказал? Сережа спит. И пусть спит. Прощайте. Кофе для Шкира. Кофе для Цезаря и Венеры. Спасибо. Сонечка, Мила, а ты куда? Домой. Так подожди, так это же твой дом. Почему ты уезжаешь? Что случилось? Случилось то, что ты вообще меня не замечаешь. Я не чувствую себя твоей женой. Родная, ну прости, если я тебя чем-то обидел. Ну, не уезжай, пожалуйста. Хочешь, я на колени встану? Прекрати. Сонечка, я тебя очень люблю. Слышишь? Не уезжай. Сереж, все, что ты любишь, это вечеринки и своих дружков. Я знаю, я иногда веду себя как дурак. Ну, прости меня. Дай мне шанс. Давай поговорим дома. Давай. Дома. Она никуда не едет. Простите, я никуда не поеду. Хорошего дня. И вам. Доброе утро. Здравствуйте. Принимайте товар. А, ну я ничего не заказывала. Заказывал Алексей Громов. А, если для Алексея Михайловича, то, конечно, приму. Поставьте на стол, пожалуйста. Где расписаться? Доброго утра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Алексей Михайлович. А вы заказывали кофемашину? Да. А вы бы предупредили, а то я готова была уже отказаться. Ну, это был сюрприз. Сюрприз? Да. А для кого? Для тебя. У тебя же сегодня день рождения. Кофемашину мне? Ну, да. Я же сказал, это подарок в твой день рождения. Если хочешь, можешь домой забрать, ну, или здесь оставить. Ну, это так дорого. Спасибо, конечно. Я думаю, что лучше здесь остаюсь, в офисе. Хорошо. Я тогда позже подключу. Еще раз спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. Если ты хочешь, чтобы я здесь осталась, нам нужно что-то изменить в наших отношениях. А что ты имеешь в виду? У нас вообще нет общих интересов. Нам надо придумать какое-то совместное занятие или, может быть, даже бизнес. Милая Сонечка, ну, я не хочу впахивать с утра до ночи. Она, я еще молодой, мне хочется наслаждаться жизнью, гулять, понимаешь? Хорошо. Мы можем придумать что-нибудь такое, что не требует постоянного контроля. Ты понимаешь, что это позволит нам зарабатывать свои собственные деньги, не зависеть от папы, Алексея? Твои друзья не дают нам побыть наедине. Ах, прости. Я поговорю с ним часок, и потом я арестую. Хорошо? Молодожен, вам привет. Бонжурно. Привет. И пока. Здорово. Здорово. Мы, кажись, вам помешали? Да нет, все нормально. Поворчит и успокоится. Ну, что, рассказай. Как дела? Что там с тестом ДНК? Пока ничего. Жду результаты. Думаю, это все бесполезная затея. Ну, не мог твой батя оставить все свое добро непонятно кому. Он стопудов проверил, что Леха его сын. Да. Послушай, я знаю. Я это понимаю прекрасно. Но если есть маленький шанс, надо его использовать. Меня просто достало, что он здесь хозяйничает. Слышишь? Так может, нам придумать какой-то другой способ от него испариться? Какой? Укокошить его, что ли? Точняк. А ты че? Ну, блин. Я имею в виду, он же уже сидел в тюряге за убийство, да? Ну, да. Так вот. Значит, посадить его снова в тюрягу – это плевое дело. Я не понимаю, что ты предлагаешь? Нам надо его спровоцировать. Чтобы он с кем-то подрался. Ну, типа, проявил агрессию. А потом выставить его опасным для общества. Типом. Да? Слушай, идея хорошая. Ну, а зачем кого-то бить, если можно вмазать мне? Прямо при свидетелях. Да вообще было бы отлично. Да. Вот водичка. Ага, давай сюда. Ага. Так-с. А где зерна? Я их вместе с кофемашиной заказывал. Больше не приносили, ничего? Да нет. Может… Так-с. Ты какой кофе будешь заказывать? Американо. Американо? Отличный выбор. Американо. Мы, как настоящий барист, так быстро с аппаратом разобрались. А что тут разбираться? Инструкция есть. Ой, такой аромат от зерен. Мне кажется, кофе будет гораздо вкуснее, чем в нашей кофейнице. Да, слушаю. А есть пострадавшие? Просто рана? Вызывайте скорую, я сейчас буду. Что случилось? Чипы на производстве. Что-то серьезное? Пока не знаю. Надеюсь, что нет. Мне надо идти. Вот, пожалуйста, это ваша территория. Сажайте здесь все, что угодно. Хоть марихуану. Да здесь совсем нет солнца. И вон земля твердая. Как камень. Ну, так это хорошо. Чем сложнее задача, тем интереснее ее выполнять, так сказать. Давайте, давайте, облагораживайте землю, раз вы так любите заниматься садоводством. А у меня давно руки сюда не доходили. Да вы что издеваетесь? Я не понимаю, может ли вообще здесь что-нибудь вырасти? А вы попробуйте. Я отсюда лезть не буду. Может, еще посидим? Ну, весело же. Наташка, я так напелась, что у меня аж горло болит. Посчитайте, пожалуйста. День рождения удался. День рождения удался. Поехали домой. У меня так ноги устали от каблуков. Вуаля? Секретарь Громова? Здравствуйте. Здравствуйте. Я Игорь. Друг Леши. Был в офисе у вас вчера. Да-да, я поняла. Я вас узнала. Вот тебя как раз вообще не узнать. Валденно выглядишь. Спасибо. А вы уже уходите, что ж? Да. Может, останетесь? Нет, нам нужно идти. Жаль. Хорошего вечера. Да он здесь взялся. Вот ведь совпадение. А в чем проблема? Да он расскажет боссу, что я на работе маскарад устраиваю. Он ведь заметил разницу. Слушай, мало тут наводит Марафет на работу. На вечеринку святое дело. Тем более красота спасет мир. Мне кажется, ты его на повал сразила. Пойдем. Ну, что там у тебя еще есть? Да нету больше ничего. Я же сказал, я уже все уже отбил. Карточку гони. Да какую карточку? Нет у меня никакой карточки. Ты что, не понимаешь? Посидели, конечно, хорошо, но неплодотворно. Никого не подцепили. Наташка, да, ну тебе одно на уме? До свидания. До свидания. О, а что это за разборки? Наташка, я тебя прошу, только не вмешивайся. Слышишь? Стой. Ну, я что, зря на курс самообороны ходила? Ты баран? Тебе еще раз повторили. Мальчики, мальчики, а что здесь происходит? А ну, свалили отсюда, быстро. Ну, девушки, свалили отсюда, быстро. Ну, давай, давай. Ты что? На! Есть какие-то вопросики? Ты в порядке? Ничего они тебе не сделали? Это-то ваше. Я, 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 блин, разбили телефон. Ну, телефон не беда, главное, что сам жив остался. Ну, да. Спасибо, но я бы, честно говоря, и сам с ними справился. Ну, ладно, если все в порядке, мы тогда пошли. Спасибо. Девчонки, а может быть, вас подвезти в качестве благодарности? Давай, не откажемся, Наташка. Блин, новое платье порвала. Я компенсирую. Это же все-таки из-за меня. Хорошо, приятно с такими людьми делать. Только я сейчас движение не смогу перевести из-за... Да без проблем. Продиктуешь свой номер, запишу. Договорились. Присаживайтесь. Хорошо. Сюда, прошу. Я, кстати, Семен. Наташа. Валя. Очень приятно. А ты где работаешь? В банке, айти-специалист. Айти-специалист? Слушай, а у меня дома... Ну, а дух капризничает, не посмотришь? Без проблем. Куда вас везти? Секунду. Валя, давай ко мне поедем? А то мы с тобой все только по телефону, да по телефону молотаем. У тебя, в конце концов, день рождения еще не закончился. Давай, давай, я зову. У тебя днюха сегодня? Да. Поздравляю. Спасибо. Тогда на угол Березянки и Старосельской. Знаешь, где это? Знаю. Странный, где же он? Я секундочку. Не, ну тут татуи нет. Сходишь на кухню за штопором? Маленький для тебя. Тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай. Да, вниз по лестнице, направо. Понял? Вот туда. Давай скорей. Сонечка, а ты куда? Я хотела водительки попить, пойду на кухню и принести. Леша! Ну что ж ты, крич? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойтесь, спокойно, ребята. Да ну, ребята. Ну, спокойно, спокойно, спокойно. Тихо-тихо. Тихо, 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 тихо. Леша, а что? Все, все в порядке. Иди отдыхай. Я так понимаю, вы гость Ольги? Да, это мой гость. Ну, что, я с хорошим? Да? Вы не могли бы подождать в комнате? Ну, все, иди наверх, я принесу водички. Иди, иди, иди. Оль, нам надо поговорить. О чем? Вам не стоит водить в дом неизвестных мужчин. А я сама решу, что мне делать? Ну, вы здесь не одна живете, и вам следует уважать других жильцов. А с какой стати ты указываешь, что мне делать? Ты что ли здесь хозяин? Вообще-то да. По завещанию отца хозяин я. А вы по завещанию отца должны жить в городской квартире. Если будете продолжать в таком же духе, вам придется съехать. Отлично. Расписаться надо где-то? Нет. Я так и знал. Простите, что вы сказали? Это я не вам. Хорошо. Мамуля, ты не занята? Я хочу к тебе приехать. Да, буду через полчаса. Все. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, Наташ, привет, это Семен. Привет. А я тебе денежку перевел. Да, я видела. Слушай, по поводу компьютера. Я могу как-нибудь вечером заскочить к тебе? Хорошо. Буду ждать. Звони. Договорились. Че, кто звонил? Тебе какая разница? Ну так, беспокойся тебя. Я сама за себя постою. Добрый день. Хотела бы обратиться к вам с просьбой. Я заведующая детским домом Романова Анастасия Павловна. В этом году нашему детскому дому исполняется 80 лет. Много делается для того, чтобы наши дети чувствовали себя в нем как дома. Но денежных средств не хватает, чтобы полностью обустроить детям уютное и комфортное проживание. Не везде мы смогли обновить мебель. Мы стараемся дать детям тепло и заботу, но они и так обделены судьбой. Хочется видеть на их лицах радость. Надеемся, что вы нам поможете. Нам хотя бы обустроить одну группу, где мебель совсем старая. Да. Алексей Михайлович. Да. Мама! Мама! Мама, ты где? Я здесь, Сереж. Привет. Вот оказательство, что я был прав. Вот! Ты о чем? Как о чем? Тест ДНК моего и Алексея. Вот. Так, Сережа, пойдем на террасу и спокойно обо всем поговорим. Разговор серьезный. Мама, мы не братья с ним, понимаешь? Не братья. Вот! Вот, пожалуйста, результат. Он самозванец. Я теперь могу отсудить часть наследства. Я настоящий наследник. Мамочка, я, а не он. Сережа, сядь. Сядь, поговорим. Это ты не сомнишь. Что? Мама, ты что говоришь такое? Конечно, я всегда надеялась, что эта тайна навсегда останется для тебя тайной. Ты и сын Яниса. Какой Янис, мамочка? Что ты говоришь? Да. Всегда боялась, что ты когда-нибудь сам об этом догадаешься. Ведь сходство с Янисом налицо. Мама, я ничего не понимаю. Янис не может быть моим отцом. Сколько себя помню, меня воспитывал мой отец. Мой настоящий отец Михаил. Я, когда была молодая, в отпуск поехала навестить маму с папой в Прибалтику. Там встретила Яниса. У нас случился бурный роман, но он был тогда не свободен, женат. Да и мне пришло время возвращаться домой. Через какое-то время поняла, что жду малыша. Родился ты. А когда ты подрос, Михаил обо всем догадался. Но он так сильно тебя любил, что простил меня. А потом Миша сам увлекся молодыми девушками. Извини, пожалуйста, за подробности. То есть, получается, вы два самых мне близких человека, ты и Янис, вы меня просто оставили? Ну, все было совсем не так, как ты помнишь. Ты сам выбрал остаться с Михаилом. Янис только ради меня хранил эту тайну. Он всегда хотел тебе рассказать. Если бы сейчас Янис был здесь, я бы посмотрел на мой глаз. Он очень сильно тебя любит. Он ради тебя готов на все. Не могу я это слышать, могу. Вы… Вы меня просто бросили. Я вас ненавижу. Ну, они просят обставить хотя бы одну комнату. Валь, ты пойми, мы только пытаемся встать на ноги. После того, как умер мой отец, производство практически развалилось. Мы собираем все по крупицам. Прибыли настолько ничтожны, что хватает только на зарплаты. Ну, несколько кроваток, шкафчиков, это же не так много. Да. Ты знаешь, что к детской мебели особые требования? Это повышает стоимость производства. Ну, я не знаю, может быть, делать поставку по частям, например. А хотите, я вам фотографию покажу? Там такие милые малыши. Да не нужны мне никакие фотографии. Да таких детских домов, которые нуждаются в помощи, их десятки. Тебе-то это зачем? Ну, мы же можем помочь хотя бы одному. Это в наших силах. Поможем. Обязательно поможем. Но только после того, как встанем на ноги. Я не имею права разбрасываться деньгами фирмы. Я вас поняла. Валь, стой, подожди. Мне сейчас нужно будет на склад уехать, за город. Так что сегодня меня уже не будет. Если что-то серьезное будет, звони. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, какой борзый. Давай научим хорошим манерам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что творите, а? Сынок, ты что творишь? Можики. Сюда. Слушай, руку убери. Извиниться не хочешь? Руку убери. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он днем уехал, куда не сказал. Вон на улице почти темно, его нет. А ты ему звонила? Да, звонила несколько раз, телефон отключен. Разрядился, наверное. Женился, но не остепенился. Миша надеялся, что после свадьбы он возьмется за ум. Соня, ты должна его ломать. У меня не получилось, а у Миши ни сил, ни времени не хватило. Соня, ну не переживай раньше времени. Ну, задержался по каким-то там своим делам. У нас как бы семья. Я должна знать, какие у него дела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я слушаю. Я мачеха. Ну, можно сказать, вторая мама. Как в больнице? В какой больнице? Да, спасибо. Так, спокойно. Что случилось? Спокойно. На Сергея совершено нападение. Он жив, но находится в больнице. Я же чувствовала, что что-то случилось. Надо ехать. Всем привет. Что ты на меня так смотришь? А вы сегодня Сережу видели? Да, с утра. Ну, здесь, в коттедже. А что? На него напали, он в больнице. Я в больницу тогда? Я с вами. Хорошо. Только время позднее. Вряд ли нам дадут его увидеть. Но можно будет с врачом поговорить. Надо Инге позвонить. Точно, я совсем забыла. Все мысли сейчас только о Сереже. Алло, Инга, здравствуйте. Да, это я. Простите, время позднее. С Сережей случилась беда. Он попал в больницу. Нет, мы сами еще пока ничего не знаем. Мы сейчас с Алексеем едем туда. Да, конечно, приезжайте, записывайте адрес. Что случилось с Сережей? Удалось что-то выяснить? Нет, Алексей сейчас разговаривает с дежурным врачом. Не волнуйся, скоро все узнаем. Что врач сказал? У Сережи серьезные ушибы и сломанное ребро. Но беспокоиться не стоит. Угрозы жизни нет. Врач дал ему снотвор, но он сейчас спит. Как это произошло? Откуда взялись все эти травмы? Полиции пока ничего не известно. Видимо, была драка, а его нашли на обочине. Возможно, это случилось, когда он возвращался от меня. Он у вас был, он ничего не говорил, что собирался. Да, нам надо было серьезно поговорить. Ну что, я думаю, мы можем ехать домой. Поздно уже. А завтра выясним по поводу посещения. Я хочу здесь остаться. Да нет никакого смысла здесь ночевать. Лечащий врач приедет только утром. А тебе нужно отдохнуть, успокоиться. Я все равно уснуть не смогу. Сонечка, Алексей прав. Вернемся завтра утром. Пойдем. А Сережа жив? Жив. А что с ним? А как он? Ну, в основном, ушибы. А что случилось? Этого пока никто не знает. Боже, как же у меня сердце болит за Сереженьку. Я же его растила. Он у меня как сын. Да ничего страшного, все обойдется. Организм молодой справится. Может, он повздорил с кем-нибудь. У него же характер непоседливый. С детства. Я постараюсь завтра все выяснить. Нина Петровна, идите отдыхать. Спокойной ночи. Мам! Валюш! Валюшка! Извини, пожалуйста, я опоздала. Я ужасно соскучилась. Я тоже. А ты чего такая бледная? Ничего. Все нормально. Заболела, что ли? Немножко. Не страшно. Наверное, в поезде поскользила. Ну, хорошо. Поехали. Тогда домой скорее. Единственное, мне нужно будет в офис отъехать. Конечно. И так спасибо, что ты меня встретила. Ой, сейчас. Подожди. Валюшка, секунду. Валюшка, секунду. Что ж там? Алло! Валь, привет. Не знаю, успею ли я сегодня в офис. Брат попал в больницу. Надо съездить. А что-то серьезное? Ну, думаю, нет. Но точно буду знать после того, как встречусь с лечащим врачом. Хорошо. Я тоже немного задержусь. Совсем чуть-чуть. Я маму на вокзале встречала. Сейчас ее домой завезу и в офис приеду. Ага, хорошо. Все, спасибо. Ну, все, побежали. Может, я сумку возьму? Да нет. Ну, чего? Как дорога. Все нормально. Проходите. О, е-мое. О, привет. Ну, рассказывай, что произошло. А что рассказывается? Подрезали на дороге. Ну, и наваляли мне конкретно. Ну, ты ж видишь. Видишь? Ну, да. Пацаны, я, конечно, тут подумал, может, это сейчас валить на моего братца? Эти пацаны на такой же дачке были. Блин, идея хорошая. Это опасно. Ну, а вдруг у него алиби есть? А вдруг нет? Ну, типа, если не докажет, то сядет. Сядет он долго. Ну, такое. А свидетель? А вдруг тут что-то видел? Какие свидетели на пустой дороге? О чем это? Блин, не знаю, Сера, это все опасно. Ну, как там, лжесвидетельствование или дача ложных показаний? Это же все карается законом. Если что, я скажу, что у меня травма головы. Не понимаю ничего, вообще не заобожаю. Типа, тут помню. Тут не помню? Типа, да. Если что, это идея хорошая. Ну? Вы Сергей Котов? Ну, да. Я. Следователь Ершов Павел Павлович, мне нужно поговорить с вами по поводу вчерашнего происшествия. Ну, мы пойдем, не будем мешать. Поздравлюсь. Серега, я рад был. Спасибо, что зашли. Давай. Давай. Состояние удовлетворительное, внутренних повреждений нет. Но я бы не рекомендовал ему двигаться, но все-таки перелом ребра. Ну, рекомендую постельный режим. Доктор, я хотел бы вас попросить выделить моему брату отдельную палату. И обеспечить индивидуальный уход. А, ну, это можно. Наша клиника предоставляет такие услуги, но, сами понимаете, за удобство надо платить. Деньги не проблема. Скажите, сколько и кому? В регистратуре вам все объяснят. Я сейчас туда позвоню. Скажите еще, можно мне увидеться с братом? А, ну, именно сейчас нет. У него следователь. А, ну, раньше к нему заходило двое молодых людей. Ну, видимо, друзья. Ну, так что я думаю, что сегодня его больше не стоит волновать. А жене, ну, хотя бы ненадолго можно увидеться с Сергеем? Ну. Жене мы не откажем. Но, сами понимаете, после того, как уйдет следователь. Хорошо, я ей передам. Спасибо. Значит, это был ваш брат, Алексей Громов. Да. Именно так. Как вы считаете, почему он решил на вас напасть? Подробнее расскажите, как все произошло. Послушайте, мой брат очень агрессивный человек. Он может убить, как сделал это однажды. Я не буду скрывать, если честно, я... Я очень боюсь за свою жизнь. Ну, Соня, врач разрешил посещение. А вам все-таки посоветовал прийти завтра. Нет, я должна увидеть Сережу. Я его мать. Я имею на это право. Я понимаю. Я всего лишь передаю слова врача. Хотите, сами с ним поговорите. Не вы ли Алексей Громов? Я? Следователь Ершов. Хотел бы попросить вас поехать со мной для дачи показаний. Хорошо, без проблем. А вы, я так понимаю, родственники Сергея Кутова? Да, я его мама. А я жена? С вами меня тоже нужно будет побеседовать в ближайшее время. Хорошо. Я вышлю вам повестки. Идемте. Рад тебя снова видеть. Ты никак не мог забыть нашу встречу. Ты, оказывается, такая разная. Кровоке-то была такая яркая. Даже не сразу тебе узнал. А сейчас в строгом костюме. Но все равно глаз не отвезти. Ты очень красивая девушка, Валя. Спасибо за комплименты. Если вы к Алексею Михайловичу, то его сейчас нет. Возможно, он будет позже. Да. Спасибо. Леша, мне не очень-то нужен. Я документы привозил в отдел кадров. Скоро у вас буду работать. Поздравляю. А обед скорого тебе? А… Через десять минут. Может, я составлю компанию? А… Расскажите, где вы были вчера днем? Днем я был в офисе, потом поехал на склад. А где расположен склад? Склад на Старосельском шоссе. Это недалеко от того места, где было совершено нападение на вашего брата. Вы что, намекаете на то, что я как-то причастен к избиению Сергея? Да, именно так. Но я был на складе, Сергея я не видел. А есть свидетели, которые видели вас на складе? Да, конечно, есть. Ну, вы ведь могли, уехав со склада, совершить нападение. Я вам еще раз говорю, Сергея я не видел. А Сергей утверждает обратное. Ну, значит, он врет. Не знаю почему. Хотя догадываюсь, почему он хочет упечь меня за решетку. Ну, поделитесь догадками. Сергей недоволен тем, что отец оставил мне фирму и большую часть денег. Таким образом он хочет избавиться от меня, ну, чтобы самому распоряжаться деньгами. Это аргумент. Мы будем разбираться, кто из вас говорит правду, а кто врет. Пока идет следствие, просьба никуда не уезжать. Я никуда и не собирался. Где ты работала раньше? Можно сказать, по такому же профилю. Так что опыт есть. Я не с Азову Алексея начинала. Значит, Алексею повезло. Ты одновременно и красивая, и умная. А вы давно дружите с Алексеем? Да, очень давно. Познакомились до того, как… До того, как его в тюрьму посадили? Ну, да. А если не секрет, за что его посадили? Да я толком не знаю. Я тогда за границей был. Но, насколько мне известно, тот напал на его девушку. Леха вступился. Ну, и нечаянно убил. Понятно. Танюша… Верочка… А я к тебе с просьбой хочу здоровье проверить. Что-то часто стало задыхаться. Боль в груди, кашель, мучает. И что, это давно с тобой такое? Да прилично уж. В нашем городке нет нормальных специалистов, поэтому сюда приехала. Да и Валю хотела поедать, соскучилась. Ну, и что, Валюша знает про эти твои болячки? Нет, зачем ее зря волновать? Может, все обойдется. Я ей сказала, что я просто хочу пройти обычную дистанциализацию. Поможешь? Если что, деньги у меня есть. Ну, конечно, помогу. Я еще о скидке договорюсь. Хорошей подруге! Спасибо. Воруете инвертарь и используете в личных целях? Я вас спрашиваю, уважаемая, или нет? Это вы ко мне? Да! А я думала, к лопате. Просто назвали уважаемая. А при чем здесь лопата? Ну, если лопата ни при чем. Идите себе, куда шли. Вы прекратите издеваться! И прекратите воровать инвентарь! А то что? Я? В суд на меня заявите. Спросили бы хотя бы разрешение. Может быть, еще в письменном виде попросить? И ждать вашу резолюцию, чтобы получить эту эксклюзивную лопату и драгоценные грабли? Знаете что? Не знаю! Черт-те что! Ну что ж, прекрасно это делали. Спасибо за компанию. Так, подожди, а обещанный кофе фирменный? А, да, кстати, ты обязательно должен попробовать. Попробуй. Давай, давай. Этот кофе лучше, чем в любой кофе. А капучино можно? Валь, ну сколько можно? Я жду тебя больше часа. Мне нужны отчеты по новым проектам. Алексей Михайлович, извините, пожалуйста, я не заметила, как время обеда прошло. Впредь больше не задерживайся. У нас много работы. Леха, ты чего? Мы опоздали на десять минут. Ну, чего же страшного у меня тут случилось? Извините, Алексей Михайлович, такое больше не повторится. Извини, зайди ко мне. Леха, что случилось-то? Ты чего как с цепи сорвался? На работе должна быть дисциплина. И не надо показывать сотрудникам, что у нас хорошие отношения. Ты скоро начнешь здесь работать, и многим это может не понравиться. Все равно не надо было так жестко свалить. Тем более-то я ее задержал. Да я просто не могу отойти от этого разговора со следователем. Что за разговор? Да Серега накатал на меня заяву, что я его избил. А я его пальцем не трогал. Наверное, хочет посадить меня в тюрьму. Ничего себе. А с какой стати ему это делать? Наверное, хочет отомстить, что остался без наследства. Да, я, конечно, видел, что он хитрый малый. Но что до такой степени не ожидал. Да ладно ты не бери в голову. Ну, ляпай вон, в следствии разберется, что к чему. Да обидно просто, понимаешь? Я делаю все, чтобы Котовы в себе ни в чем не отказывали. Взвалил на себя такую ответственность. Производство. А вместо благодарности, на тебе, подстава. Дружище, ты слишком напряжен. Давай расслабимся. Давай выпьем кофе с пирожными. А? Да не хочу. Ты иди, я поработаю. Ну, смотри. Ладно, давай. Мама, что случилось? О, горли просто пирожит. Не нравится мне твой кашель. Я уже записалась на диспансеризацию, так что нечего волноваться. Все, все нормально, моя дорогая. Все нормально. О, Леша, Леша, а я тебя видела. Ой, а ты что со мной не хочешь разговаривать? О, я смотрю, ты уже изрядно выпила? Да. Чуть-чуть. Давай танцуй. По-по-по. Чуть-чуть. Мне так тяжело. Так одиноко. Ну почему же? В доме всегда есть с чем поговорить. Ты чего? Нет, 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 мне не хватает мужского плитя. А ты разогнал всех моих ухажеров. Ну, ты что, ну все, пойдем, пойдем. Пойдем, Анна, пойдем. О, пусть и меня будут называть. Субтитры создавал DimaTorzok